Артем Александрович, давайте поговорим о нашей менторской программе ВИАДГУ. Я так понимаю, что вы в этом сезоне первый раз у нас были ментором. Да, я впервые зашел эту программу. Я, насколько осведомлен, вроде не первый, а второй сезон. И мне предложили просто поучаствовать. И, в принципе, мне такого рода тема интересна. Опять же, попробовать что-то новое в этом плане для себя. Поэтому я откликнулся. О чем, на ваш взгляд, менторская программа ВИАДГУ? Ну, на мой взгляд, она, наверное, о людях. Во-первых, она, конечно же, об общении, о коммуникациях. И она больше о совместном росте. Потому что, на мой взгляд, все участники, они по итогам программы выросли. И для себя, и для других, где, с кем они работали. Вот так, об отношениях. Хорошо. Вот я знаю, что в Сбербанке есть программа наставничества. Наставничество Сбербанк, да, называется. Ну, это немножко перекликается, как-то, наверное, с нашей программой. Может быть, есть отличия или что-то вот то же самое, что и менторская программа ВИАДГУ? В чем отличие или нет? Ну, прямо сказать, что какие-то там жесткие отличия есть, я бы, наверное, не сказал. Понятно, что наставничество, менторство, коучинг — это вроде об одном, но все-таки разные истории. В Сбербанке наставничество, оно о том, что мы берем человека и его развиваем, в результате двигаем куда-то. Менторская программа ВИАДГУ, она, ну, этим же в том числе и похожа, да, что люди находят друг друга, выбирают в том числе, да, и в процессе общения, ну, как я уже сказал, вырастают и дальше уже как-то двигаются, да, либо профессионально, либо просто по жизни, да, какие-то принимают важные решения. И в этом, наверное, программы очень похожи. Другое дело, что в Сбербанке программа наставничества, ну, она такая, на мой взгляд, более, что ли, стандартизированная и достаточно четко там ограничена по времени, более понятна по дальнейшим действиям, шагам, что вот завершилось, определяется, что делаем дальше с тем или другим наставляемым. А так, в принципе, истории похожи. Хорошо. Что, на Ваше взгляд, главное в работе с МЕНТИ? Это работа над каким-то проектом? Это какие-то, может быть, жизненные отношения и какие-то, вот, наставления по жизни, да, там, или что-то другое? Ну, конкретно в моем случае получилось так, что мы, вроде как, работали и с проектом, но при этом по ходу работы у нас были многие истории, там, и за жизнь, и обмен опытом. И важно, да, наверное, в начале пути как раз определить цель, которой вы совместно хотите прийти, и как раз по итогам вам будет гораздо проще потом сверить часы, достигли ли этой цели, либо, если нужно было ее поменять в процессе работы, да, то насколько эта замена была качественной. Ну, с моей точки зрения, да, ну, у нас такая история получилась. В МЕНТИ у вас были, это старшекурсники или первокурсники? И какие-то там факультеты, там, например, или институты совершенно не связаны, например, с бизнесом и экономикой и финансами? У меня были старшекурсники, причем, да, совершенно не связаны напрямую с бизнесом, там, и с финансами. Например, с одним из наставляемых МЕНТИ, да, мы работали, там, над презентацией, над мастерством презентации, как можно это делать, как потом выступать и так далее. Вот, причем, понимая, в какие сроки это реально сделать, мы даже немножечко раздвинули горизонт программы и ушли, там, за пределы 25 января, и вот у нас, там, в середине марта, собственно, некая финальная точка получилась. То есть какой-то продукт некий, да, у вас был? Да, ну, мы работали, там, над, собственно, ну, как мы, мы это громко, да, как муха на быке, да, мы пахали, я-то, я-то больше, ну, как бы, регулировал, наверное, процесс сам, да, ну, результат, который получился, ну, мне понравился, и даже в том плане, как я уже сказал, что я из этого процесса для себя подмечал какие-то истории, там, открывал какие-то новые ресурсы, сайты, какие-то подходы, способы, да, и для меня это тоже было полезно. Это мы как раз переходим к другому вопросу, вот, менторы и ментик, кто кого учит, и учит ли, и вот, получается, что да, вы у друг друга получаете какие-то знания, да? Ну, вот, как я сказал, что наставничество, да, менторство, это, это в любом случае общение, и говорить, что один исключительно выступает в роли, там, преподавателя, да, все знающего, ну, это не мой случай точно, то есть, возможно, если бы какой-то другой человек был, он мог так себе отпозиционировать качественно, именно как все знающие, везде ориентирующиеся и так далее. То есть, я не такой, я абсолютно понимаю, что область знания, она безгранична, и, конечно, в общении с любым человеком важно и нужно стараться найти что-то новое, иначе, ну, мне кажется, сам процесс тогда может терять смысл, то есть, если ты от процесса не получаешь пользу и удовольствие, ну, он какой-то странный. Ну, да, согласна, да. Каким образом вы выстраивали взаимодействие с Минтия? То есть, у вас как-то было по звонку или, там, вы его вызывали, например, да, как вы взаимодействовали, там, либо он, что-то вот у него случилось, может быть, ему нужна, наверное, какая-то поддержка или помощь, вот как у вас это все происходило? Нет, ну, мы изначально, как это, попробовали неким образом отструктурировать и договориться, что, условно, у нас сессия, встреч будет не реже одного раза в неделю, определили как раз удобный друг для друга диапазон временный, когда это удобно делать, ну, и потом дальше уже по ходу просто списывались, там, традиционных мессенджерах, да, и согласовывали время, что сдвинуть, перенести, там, где-то просто, как это, договаривались, что вроде какой-то потребности лишний раз встретиться нет, поэтому давайте, там, перенесем на следующую неделю, но вот, подходя ближе к финальной стадии, как раз понимали, что нужно почаще общаться, и уже где-то даже мы ушли в формат переписки, и непосредственно уже перед финальным, там, выступлением, а уже, там, да, прям, обмен короткими сообщениями, что тут как лучше сделать, тут как лучше сделать. То есть, в принципе, способы все, единственное, у нас, как это, в силу вот этих всех пандемийных историй не получилось очного общения, то есть все делали в онлайне. Ну, средства, как бы, коммуникации достаточно, где-то даже приходилось переключаться, мы экспериментировали, там, и с зумом, и с мессенджерами, там, и другими способами связи, то есть, ну, и тут в том числе удалось где-то подтянуть свои навыки онлайн-коммуникации. Итог вашего участия в менторской программе ВИАДГУ, какой бы вы могли подвести, то есть, итог вашего участия? Не, ну, давайте так, то есть, ту цель, которую мы определили вначале, мы ее, на мой взгляд, достигли, и для меня это очень важно. При этом, что немаловажно, сам процесс, ну, тоже не вызывал для меня каких-то там, ну, скажем так, неприятных эмоций, и это тоже хорошо. Вот, поэтому, если мне там задать вопрос, хотел бы ли я что-то поменять, например, в том, что мы делали, ну, наверное, нет. Хотел бы ли я продолжить что-то в этом же роде, я думаю, да. А вот могли бы вы кому-нибудь из своих друзей, партнеров, знакомых порекомендовать участие в этой менторской программе? И кому? Там, представителей бизнеса, еще кого-то. Это было бы интересно кому-то из ваших, не знаю, вот партнеров, да, друзей, может быть, сотрудников? Рекомендовать я могу всем, объективно. Тут вопрос просто, чтобы совпали цели, да. То есть, для меня, я говорю, цель была бы понятна, а, попробовать, б, это и был интерес, и действительно, я был уверен, что я из этого найду, подчеркну что-то новое, поэтому, ну, я вот своим заместителем, да, обязательно рекомендовал бы эту историю, своим знакомым, партнерам, клиентам, с которыми мы плотно много общаемся, конечно, я тоже бы эту историю рекомендовал, ну, и привел бы многие доводы, причем довод для каждого, он был бы, скорее всего, индивидуальный, потому что для занятых людей это лишняя возможность закономерно выдержать какое-то время и выделить его, в первую очередь, вот для общения и в том числе для себя, да, любимого, это хорошая возможность где-то в календарь эту историю воткнуть. У людей, которые обладают большим профессиональным опытом, это лишняя возможность поделиться этим опытом, ну, и опять же, подчеркнуть для себя много нового, поэтому, ну, я говорю, поводов достаточно много, всем рекомендую. На следующий год, я так понимаю, в следующем сезоне вы готовы продолжать с нами сотрудничать и готовы быть тоже ментором для уже следующих ментий, может быть, уже там других совершенно специальностей, поэтому готовы? Я готов, да, причем я, опять же, для себя, ну, более четко понял, в чем заключается программа, понял, какие ошибки, может быть, не надо допустить на начальном этапе, чтобы дальше процесс, ну, действительно шел более эффективно. Вот и заключительный получается вопрос, что бы вы могли пожелать уже новоиспеченным ментором и ментий, которые будут на следующем сезоне? Ну, во-первых, пожелать, наверное, посоветовать, да, чтобы все-таки находить время и настойчиво, в том числе находить это время, потому что всегда можно найти кучу поводов, чтобы не пересечься и так далее. И я, например, считаю, что там 2-3 встречи – это категорически мало. Вот, а так, всем рекомендую участвовать, более четко, наверное, на входе определяться с тем, чего ждешь от программы, потому что был у меня кейс, когда от меня ждали некой экспертизы в областях, в которых я, ну, вообще ничего не смысливаю, и я вот сразу человеку давал понять, что, ну, слушайте, наверное, если вот мы так ставим, как бы задачу и цель такая, но мы ее с высокой доверенностью, с моей помощью не достигнем, и поэтому там, ну, надо что-то по-другому делать, да, поэтому вот сразу вначале определяться с цельными задачами качественные и достигать их. А есть вероятность того, что вот менти, которые, бывает, с вами общаются, могут стать потом вашим сотрудником, вы можете дать вот как ментор, как руководитель большого крупной корпорации, дать ему там шанс поработать сотрудником? А мне кажется, это вообще логичная закономерная история, потому что, так или иначе, человек, которого ты узнаешь лучше и глубже, а в ходе там нескольких сессий общения, ну, ты вольно-невольно как бы человека узнаешь лучше, конечно, да даже не обязательно сотрудникам, даже где-то дать в последующем какой-то совет или рекомендацию, ну, оно, а, гораздо проще, и, б, мотивации гораздо больше, поэтому, да, такая вероятность, конечно же, есть. Спасибо большое, Артем Александрович, спасибо, ждем вас в следующем сезоне. Спасибо вам.